В пригородном Хабаровском селе на улице Шоссейной крупный пожар унёс жизни троих человек. В огне погибли хозяин участка, его семилетняя дочь и ещё один человек, личность которого сейчас устанавливается. Возгорание в деревянной двухэтажной усадьбе случилось в три часа ночи, когда семья из четырёх человек крепко спала в комнатах на верхнем этаже. Первыми проснулись родители семилетней Любы и ещё одной девочки, которой всего пять месяцев. Схватив грудного ребёнка на руки, взрослые успели покинуть полыхающий дом, в панике упустив из вида старшую дочь. Отдышавшись, отец снова бросился в горячую усадьбу за ребёнком. Больше мужчину никто не видел. Судорожные действия главы семьи заметил подсобный рабочий. Проснулся, горит внутри. Юра уже тоже выскочил, бегает. Валя вышла на улицу, а он туда забежал, дочь семилетняя, и всё. И тихо. Первые расчёты прибыли минут через десять после вызова. Добраться быстрее караулы не могли. Ближайшие пожарные части расположены в Некрасовке и Корховском. К приезду караулов огромная усадьба была полностью охвачена пламенем. Попытки войти внутрь были бы самоубийственными. В жирную точку поставил взрыв газового баллона. Выжившую хозяйку вместе с грудным ребёнком в свою машину взяли автоинспекторы. В момент пожара они находились неподалёку. Рассказать о причинах возгорания женщина не могла. Она нема с детских лет. Позже мать и дитя забрали к себе родственники. По словам соседей, электропроводка в доме была исправна. Причина пожара совершенно непонятна. В самом начале кто-то видел отблески огня на втором этаже. Хозяева не курили и вели трезвый образ жизни. Спустя четыре часа при разборе завалов расчёт обнаружил тела отца и дочери. На пепелище найден и ещё один обгоревший труп. Кто это, выясняют оперативники. Вместе с домом сгорела и мастерская. По словам односельчан, глава семьи зарабатывала на жизнь изготовлением дверей и мебели. С места происшествия Ольга Кошелева, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.